всем привет привет друзья с вами снова аквамены сегодня у нас отнюдь не аквариумный видосик да это выходит за рамки аквариумных дозволенности и единственное что обвиняется аквариум это акрил или оргстекло из которого тоже делают аквариум да друзья давно хотел я себе завести и завел мурозавров и собственно сегодня будут делать для них домик или в простонародье формикарий вот формикарий это искусственное жилье общага для муравьев в интернете я пока рассказываю вы смотрите что я делаю а делаю я сейчас из 5 миллиметрового оргстекла белого нарезаю пластины нарезая их резаком то здесь вот такой зубок есть коготок которым я просто процарапываю царапнуть 5 миллиметровое стекло нужно 1 40 после чего можно просто сломать можно также лобзиком как-то пропилить но я вас вам всегда таким методом воспользуюсь при работе с оргстеклом то есть процарапываю не рекомендую использовать какие-то термо методы то есть выплавку к примеру или там проплавление потому что образуются у нас наплывы по краям которые потом нам будут мешать стянуть нормально а стянуть нам нужно все пластины пластина конструкция у нас будет наборная из пластин мы будем все это стягивать болтами и винтами вот и нам необходимо стянуть все это без щелей огромных щелей поэтому какие-то термо методы обработки исключаем сразу и формикарий в сети да кстати 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 нам понадобится 4 пластины 5 миллиметрового оргстекла и одна пластина прозрачного оргстекла нашел я тоже стекло все-таки купил его по цене золото примерно она вышла поэтому я над ним не дышу белого стекло у меня было где-то в гараже поэтому без проблем над ним можно изгаляться вот прозрачным следует вдеть очень осторожно дальше по углам сверлю я дырки потому что стянуть всю эту конструкцию необходимо и фиксирую все это дело фломиком то есть отмечаю для того чтобы потом не перепутать стороны наших пластин это очень важно будет сверлить следует не на высоких гиперзвуковых скоростных света скоростных оборотах потому что у нас уже стекло начинает оплавляться и опять-таки образуются наплывы которые помешают потом стягивать нормально стягивать наши пластины в принципе можно эти наплывы потом наждачки как-то дисквалифицировать но не факт что вы плоскость соблюдете вот это очень важно поэтому лучше сразу от этого себя отгородить так формикарий в сети очень много всяких конструкций гипсовых формикариев но я не хотел делать гипсов формикарий потому что это во-первых выглядит колхозно немного вот во вторых там недостаточный обзор вот в третьих орг стекло все-таки это как-то технологии наверно будущего да ну не будущего но настоящего и когда это и выглядит солидно вот вот сейчас кстати отмечаю до чтобы не перепутать потом стороны и еще гипс гипс муравьи грызут то есть вся ваша планировка весь ваш проект камер он просто напросто перестает быть вашим и вы уже потом ничего не докажете друзья что это вы придумали муравьи сделают свое дело до формикарий формикарий есть камеры есть арена камеры это в общем-то жилплощадь мурашей а вот на арену арена это как правило большая такая самая камера на нее выкидывают корм и в общем-то подкармливать сиропчиком вот собственно арену муравьи выносят весь мусор из жилых камер и всяких насекомых жуков пауков тоже на арену кидают муравьи их там разделают потом уносит свою свои комнаты можно так сказать да и так нарезали просверлили разметили сейчас да сейчас очень важный момент который я скоммуниздил у нынешних школьников в общем товар стекло у меня есть до белое все красивое но не белоснежное друзья такого какого-то сомнительного белого цвета и в общем-то я решил как-то это приукрасить я распечатал на лазерном принтере доску ты чё дурак что ли доску печатать на лазерном принтере да дальше я клею поверх этой бумажной доски скотч да ты дурак что ли скотч клеить поверх бумажки совсем спятил уже вот и дальше я бумажку пойду в ванную смывать ты точно дебил смывать бумажку в ванной еще будет вот но для чего это нужно во первых лазерный принтер там у нас чернила порошок который спекается мы на скотч потом то есть приклеиваем эту бумажку порошок у нас на скотч приклеивается поэтому именно необходимо его хорошо разгладить а вот дальше дальше необходимо бумагу смыть под струей воды можно тереть но не сильно почему потому что бумага будет у вас рассопливаться бумага у вас будет возможно плесневеть разбухать и в общем-то это будет каша у вас вся формикария поэтому от нее нужно избавиться и смыв ее под водой мы получаем такую вот пленочку в общем-то это вот я вам такой love хак life хик фишку вам показал такую вот сейчас по такому методу современные школьники делают шпаргалки а вот таким образом у меня получилась пленка естественно где у нас рисунок там скотч не клеится но он клеится по краям таким образом мы сейчас берем эту пленку накладываем на пластину орг стекла одну из четырех белых 5 миллиметровых пластин и по периметру скотч который у нас там есть до кусочки вот мы его приклеиваем и получаем такую красивую довольно таки современную в будущем инфраструктуру для наших мурашек мурашечек дальше смотрим что я делаю потому что я не помню и тогда в общем-то на эту идею создания именно такого формикария меня вдохновили фотографии в интернете и собственно готовые комплексы которые стоят ну закасали в общем то у меня естественно таких денег нет чтобы готовы формикари да и я же самодельщик вроде как то был когда-то самодельщик и я собственно эту всю штуку хотел сделать более того каких-то конкретных конструкций акриловых формикариев я в интернете не нашел то есть люди не делают делают из гипса вот оно и понятно почему я на это все потратил порядка трех дней почти беспризывной работы вот только ел и пилил ел и пилил еще в туалет сходил два раза вроде но это я не точно вот дальше дальше мы берем три пластины с 4 4 донышко откладываем верхотуру нашу прозрачную тоже откладываем и скрепляем цветастую нашу пластину уложим в центр для того чтобы не засрать попросту наш рисунок вот стягиваем винтиками или болтиками дальше необходимо перенести рисунок на наше орг стекло детстве было два типа детей одни хорошо рисовали с нуля другие хорошо перерисовывали и где-то там в сторонке невдалеке стоял я и смотрел как они хорошо рисуют и перерисовывают вот поэтому я все свои усилия под напряг и спустя какое-то количество времени большое я смог воссоздать картинку круглые большие дырки это камеры увлажнения дырки без центра это у нас крепеж под затычки расскажу чуть позже для чего это нужно и по краям дырки это стяжки всей нашей конструкции вот дальше необходимо выпилить как-то наши камеры если у вас есть фрезер или какой-то наверно лазерный гравер или магия какая-то у вас может быть особенно а вы можете воспользоваться этими методами у меня этого нет поэтому для себя я обозначил такой способ как высверливание по периметру камер а дальше выдалбливание их выкусывание этих камер вот сейчас покажу конкретно то есть просверлил и бокорезами я откусываю следует помнить что орг стекло у нас привередливая штука и при каких-то перегибах если вдруг вы начнете загибать слишком уж она может попросту лопнуть в некоторых местах также и сверлить его следует с осторожностью потому что она особенно когда концу подходит сверло то есть заканчивается процесс сверления она там чуть-чуть закусывается и в общем-то может дать трещину вот поэтому следует сверлить не очень быстро и усилия особо не прилагать тому же орг стекло отлично обрабатывается как и сверлиться так и напильником надфилем наждачкой и вообще всем чем можно вот такие камеры у меня получились здесь у меня одна пластина дала трещину рукожопище рукожоп писали мне там в комментариях да ты вообще как тебя земля носит аутист ну и чё ну сломал я друзья ну и сделаю я еще тысячу таких пластин вырежу мне это не в ламы друзья ну как же без ошибок я тем более показываю как можно делать то есть это не факт что вы так будете делать то есть я хочу до вас донести что вот такие вот способы процессы обработки есть более того конкретные решения технологические на ходу я из головы брал потому что плана у меня не был я не знал как это будет все на деле вот и поэтому показываю я это вам сейчас то есть большая часть процесса обработки она на ходу была реализована и воплощена ну и реализована и воплощена это одно и то же почти дальше берем напильник и наши камеры скругляем для того чтобы там не было углов вот потому что так эстетичнее смотрится вот у меня всего семь камер и одна арена арена это опять-таки как правило самая большая дыра комната дальше необходимо сделать проходы которые я в последующем выпилил надфилем без проблем все это выпиливается пропиливается вообще прям круто мне нравится да орг стекло если вы какие-то там круглые формы хотите царапать это у вас не получится потому что раз то есть 30-40 раз по одной линии я думаю нереально провести для того чтобы потом отломить вот кривые линии ну в моем случае я вот только высверливал вот такая красота у нас получается мне нравится располагать камеры можно в любом порядке в принципе следует помнить что слишком огромные камеры делать не стоит и следует помнить что нужно размер вашего фармикария сопоставлять с размером с численностью вашей колонии почему потому что если слишком большие камеры или их много муравьи просто начнут гадить срать ну не знаю это можно говорить это слово срать потому что слово срать то это вроде как и не культурно говорить срать да но я уже по моему четыре раза сказал ну да ладно а ладно вот в общем то начинают гадить муравьи в камерах и все это плесневеет потому что плесневеет портится вот кстати видим да что это пленка она не приклеивается никак а вот в общем то плесневеет портится и вонь появляется дикой какая-то и это в общем то не очень хорошо поэтому следует делать формикарий именно камеры под численность вашей колонии чтобы они там и не заблудились и чтобы им было комфортно жить дальше мы берем одну из трех пластин я взял самую убогую самую обиженную и сейчас будем не знаю как назвать этот процесс выдалбливать куски для того чтобы в общем то вот то что я сейчас вырежу это будет под камерами для увлажнения последующим мы в этот в эту пластину зальем гипс и соответственно по гипсу у нас будет распространяться влага у меня два отверстия под увлажнение в идеале делать часть камер вообще без гипса вот но в моем случае видим да что у нас камера увлажнения соединяется то есть отверстие для увлажнения у нас соединено только с камерами жилыми вот и с арены у нас никак не контактирует это отверстие но то есть на арене будет более-менее сухо а там уже муравьи сам вы сами выберут где им обитать вот да вся конструкция повторюсь у меня будет наборная то есть вся конструкция будет стягиваться у меня болтами винтами можно было это как-то склеить дихлорэтаном но вы же знаете я рукожоп и поэтому я эту идею этот вариант отмел более того чем хорош акриловый формикарий так это тем что через микро щель у нас обеспечивается то есть между слоями у нас обеспечивается вентиляция в гипсовых формикариях нет такой фишки такого преимущества поэтому там необходимо делать отверстие под вентиляцию на вот и поэтому это мне очень понравилось то что не нужно тут как-то заморачиваться с вентиляцией да сейчас все слои я скрепляю будем мы вырезать дырку под арену под арену до стягивать еще почему мне нравится потому что забыл слова но в общем-то стягивать потому что эта конструкция опять-таки разборная можно без проблем ее как-то в будущем разобрать помыть прочистить и формикарий я делаю на вырост то есть у меня колония там она мизерная практически пока что еще но как эту проблему я решу то есть я же вам говорил да что нужно сопоставлять вот у меня будут заглушки на некоторые камеры то есть для начала у меня будет для обитания доступна всего лишь одна камера и арена потом я спущу заглушку выбью у меня будет доступна еще две камеры то есть сумме три камеры ну а потом уже остальное остальная часть камер будет доступна для заказа муравьями вот это я еще впоследствии покажу как я реализовал эти заглушки на данном этапе нам важно обделать выделать отверстие на арене так же высверлил так же выкусил накосил выкусил и напильником обработал красота не стоит друзья меня слишком винить за это видео на этом канале не хочу я на данном этапе плодить тысячи каналов вот и в то же время хочется показать друзьям аквариумистам то что в принципе желатина такая еще есть довольно таки компактная много места не занимает много срача от него какого-то нет довольно таки занятная честно сказать залипаю я иногда вообще капитально чё там они муравьи творят это вообще просто невиданное довольно таки интересно наблюдать особенно детям ну а мы знаем все мы дети друзья поэтому всем интересно шутки за 300 минутка шуток за 300 она прошла а вот дальше нам необходимо вырезать хотел сказать надгробие но это не надгробие возвышенность над нашей арены у нас арена будет выше чем все камеры вот это я реализовал путем двух пластин из прозрачного оргстекла и хочу вот такую-то рельефную кромочку сделать красивую рельефную кромочку это наборная конструкция у нас никак пока что жестко не связано с основным формикарием то есть вот мы видим да что я ее стянул эти две пластины болтиками по краям но никак они не заходят эти болты на основную конструкцию узнаете потом для чего я так сделал вот а чё потом сразу скажу в общем-то одна пластина это крышка а другая это просто возвышенность нашей арены то есть крышку можно снимать открутив винты опять-таки в чем преимущество то что муравьи не выбьют и и там со своей муравьиной ноги не вынесут куда-то и не совершат побег потом к соседу который будет жаловаться что у него пропадает сахар куда-то еще что-то вот и кошку кто-то съел случайно вот в общем то с прозрачным оргстеклом следует работать осторожно и не только потому что он дорого стоит потому что оргстекло отлично царапается как вы это видели уже в начале видео вот и таким образом если вы будете сильно на него наяривать она просто у вас станет матовым дальше дальше я беру сейчас ну вы и сами видите стягиваю опять болтами всю конструкцию стягиваю 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 сейчас будем вырезать вот в этой добавочной пластине то есть возвышенности нашей арен арены будем вырезать очертания нашей арены ничего сложного ничего сложного опять-таки повторюсь это не такая уж и сложная конструкция деятельность больше напрягает наверное монотонная работа по обнаждачиванию этих камер и в общем то все но и стружка летит во все стороны там по всем местам у вас она забивается вот ничего сложного в этом нет конечно гипсовый проще но опять-таки говорю мне больше по эстетическим соображениям нравится такая конструкция вот и в сети как бы я не нашел каких-то мануалов по гайдов по тому как сделать такую конструкцию вот сейчас здесь вот это вот пипка выемка это у нас будет под заглушку для камер об этом я еще поговорю впоследствии опять-таки фишка со скотчем ну сам себе не похвалишь никто не похвалит фишка со скотчем вещь крутая то есть можно таким образом принципе пленки делать на крышке для тех у кого нет пленок и в общем то на любые поверхности принципе можно изображение переносить вот выпилил я дальше прикрутил к одной из частей пластин эту возвышенность арены и обработал напильником по очертаниям арены красота 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 орк стекло поэтому еще одно преимущество орк стекла повторюсь орк стекло можно раздыбать в старых примеру жидкокристаллических каких-то мониторах экранах там оно добротное орк стекло вот да еще что удобно в этой в моей конструкции дальше вы увидите как я там модернизирую крышку в этом же выпуске да не нужно никуда переходить по ссылочкам в описании вот увидите как я модернизирую очень удобно будет к примеру переселять муравьев в более просторный формикарий или из инкубатора переселять их в этот формикарий в общем то все очень удобно по размерам по параметрам камер я уже говорил не стоит слишком просторный делать слишком низкие узкие чтобы никто там не застревал вот в моем случае высота камер это 10 миллиметров то есть два слоя орк стекла данный формикарий можно ставить вертикально можно горизонтально можно на бок на другой бок вверх ногами в разных в общем то пространственных ориентациях можно ставить этот формикарий еще одно удобство сейчас я буду сверлить под болты стягивающие отверстия насверлил вот молодец красавчик и в крышке видим да крышки я расширил по диаметру прошлое отверстие в общем то описывать словами это не очень описуемо как это выглядит вот в крышке верхней я расширил расширил отверстие для того чтобы она плотно прилегала к возвышенности нашей арены вот видим да что потому что там у нас возвышенность арены она в жесткой связке находится с основной конструкцией формикария а вот крышка фиксируется уже к возвышенности но не к основной части формикария дальше дальше нам необходимо сделать заглушку серию заглушек в наш формик для этого я такую странную штуковину сейчас выпилю из оргстекла для вас это конечно будет мгновение но парился я над ней конечно вообще капитально я на ней запарился или в итоге сделал не кривую а прямую а чё уж там и прямая пойдет вот здесь размечаю отверстие для того чтобы притягивать эту совокупность заглушек опять таки заглушки у меня будут притягиваться насквозь все отверстия у меня сквозные чтобы можно было контролировать всю деятельность вот и для того чтобы у вас муравьи изнутри не выкрутили что-то не сожрали не убежали и не натворили плохих дел такую пластинку я вырезаю я планировал изначально три заглушки делать на камерах опять таки заглушки нужны для того чтобы ограничивать количество жилплощади на начальных этапах развития колонии то есть по мере роста я буду эти заглушки доставать выбивать и опять вставлять и это очень удобно как мне показалось опять таки как сейчас делают в акриловых формикариях там заглушки просто вставляются мне такой вариант не очень подходит потому что как вы знаете рука жопья и бывает так что своими жопными руками я могу что-то уронить вот поэтому мне нужно чтобы все было надежно привинчено вот пластину на которой будут заглушки располагаться я присверлил вставил закрепил дальше сверлю верхнюю нашу крышку прозрачную и саму пластину тонким сверлом в местах где будут заглушки заглушку я заглушки буду делать из оргстекла то есть это на тонких проходах на узких проходах это будут кусочки оргстекла прямоугольнички которые будут блокировать доступ к остальным камерам изначально планировал вот кстати надфилем я сейчас какой-то прямоугольник буду вытачивать чтобы чтобы был прямоугольник не спрашивайте зачем вот и изначально хотел я сделать три заглушки но потом что-то меня унесло куда-то я там перепутался запутался сделал две дырку у меня осталась одна и я ее потом дихлорэтаном заклеил вот будет две ладно не очень это как-то страшно особо будем смотреть что из этого выйдет расширил в общем то отверстие и вырезал вот такие прямоугольнички дальше нам необходимо будет эти прямоугольнички во-первых примерить в отверстие чтобы они входили вот сейчас я буду показывать да как все это дело у меня будет фиксироваться нет это я показываю как я изначально хотел то есть я хотел сделать такой заусенец на затычки и в держателе затычек хотел сделать отверстие под этот заусенец потом все это дело склеить дихлорэтаном в итоге я просто затычки на дихлорэтан приклеил к держателю затычек дихлорэтан можно приобрести не в любом магазине у меня был какой-то вообще древний допотопный я его со стружкой орг стекла развел чтобы он стал погуще чуть-чуть чтобы как бы удобнее все это было дихлорэтан расплавляет орг стекло и потом его обратно отверждает ну то есть он просто испаряется и таким образом у нас получается монолитное изделие таким образом вот сейчас видим да что я затычку вставил изнутри и держу пальцами уже не держу пальцами сейчас снова держу пальцами и в дырочку сверху накапал дихлорэтана затычку нам нужно делать чтобы она была чтобы она проходила через крышку и через два слоя то есть у меня в моем случае затычка по высоте это 13 миллиметров один слой то есть мы же делали с вами 3 до слоя камер выпиливали на одном слое у нас будет гипс который вот я сейчас развожу поэтому в него затычка должна упираться поэтому у нас не 18 сантиметров затычка а 13 по высоте вот гипс стоит разводить правильно а не так как я ну я же укажет но вы знаете вот не так как я и следует разводить его с первого раза он отвертая то есть застывает очень быстро следует делать его консистенции кефира и заливать в камеру в нашу пластину то есть я выбрал самую богу обиженную пластину и приклеен то есть привинтил ее к днищу нашего формикалия то есть у меня дно и сверху пластина с камерами и вот я там выдалбливал то есть под дырки для увлажнение то есть это самое то есть это вторая будет по счету снизу пластина вот следует делать консистенцию жидкую но не очень примерно как кефир и заливать все сразу чтобы у вас потом не было градиента влажности чтобы все это сразу застыла не образовалась трещин вот сейчас на видео я косячность делал я потом это все смыл и сделал как надо и не записал красота какая смотрите а у нас арбузы растут тут и дыни растут красота да и помидоры растут это немного перерыва летнего перерыва ну и ну и арбузы у нас растут чего желтый такие арбуз нет на самом деле арбуза красота да вот не реклама не чё просто хотел с вами поделиться такой радостью на самом деле часть арбузов сладкая а часть еще не дозрела висит вот и продолжаем отдохнули немного нас имеется вот такие вот пластины вот эта пластина у нас из гипсом гипсом залита то есть образовывались бугорки я лезвием просто вот так вот спилил даже не спилил а со старапывал очень все это дело круто делается нам необходимо гипсовую пластину сделать прям именно по толщине 5 миллиметров чтобы ничего не выпирала такие все запчасти у нас имеются и собственно метиз для крепежа собираем в центр у меня видите в гипсовой пластине какая-то дырень образовалась это у меня в общем то но я журкожоп я промазал в общем то я дальше в днище эту дырочку закрою кусочком резинки от поршня шприца для того чтобы никто там ничего не убежал конечно это гипсовый слой там маловероятно что до такого щи до грызутся муравьи вот но все равно чтобы обезопасить себя и муравьев от себя в общем то я заткнул потом собираем то есть дно гипсовая две камеры и верхушка на верхушку у нас одевается возвышенность нашей арены и пока что все то есть у нас шесть слоев мы их стягиваем по периметру бал тачками или вин тачками стягиваем стягиваем не очень сильно потому что как стекло может просто лопнуть и и стягиваем 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 чем больше у вас винтов или болтов для стяжки тем меньше щелей и это логично вот собственно одна косая дырка следствие следствие неправильной планировки и разметки я ее сейчас я ее заткнул уже чем-то и формикарий получился вот такой вот формикарий вот да нет еще это кажется не все вот заткнул я пипка шприца сверху у меня еще будет пластинка орг стекла вот этого дырка до куда эта пластинка будет деваться это у нас одно из отверстий для крепежа нашей системы затычек то есть опять таки когда 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 возникнет необходимость расширения пространство я просто достану и метким ударом руки снесу одну затычку просто и вылому и обратно эту пластину вставлю ну или выпилю там ее вот зато надежно зато ничего не разболтается не унесет код куда-то ничего еще не отвалится вот сейчас я подгоняю все чтобы это хорошо входило и выходило и все скрепляю таким образом у меня вот такой вот формикарий еще получается мне понравилось как он получился даже больше чем понравился я не ожидал что так получится хорошо на самом деле можно и лучше конечно но и так нормально в крышке я сделал отверстие отверстие сделал для того чтобы можно было не снимая крышки формикария закидывать каких-то жуканов пауканов для кормления вот и это отверстие у нас будет затыкаться резинкой от поршня шприца это очень удобно на самом деле сейчас я довожу до идеала какие-то соединения и отверстия чтобы у нас все плотненько четенько прилегала видим да все входит все выходит шикардос на красиво и принципе на этом все друзья ставьте лайк если как-то вам это видео полезно или было хоть как-то интересно а с вами был аквамин до новых встреч друзья пока пока а и кстати я вот в камерах увлажнения тоненьким сверлом просверлил дырки чтобы через иголку шприца туда влагу вкачать пока 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 пауканов